Не всем сразу это очевидно, но имея дрон и канал на ютубе, можно зарабатывать от пары сотен до нескольких тысяч долларов в месяц, буквально ничего не делая. Вот видите, правду говорю. И я не говорю про монетизацию, я не говорю про стоки, где вы продаете кадры поштучно, вам даже не обязательно иметь раскрученный канал для этого. Вот буквально, купил дрон, снял видео, загрузил и можно получать деньги. В этом видео я расскажу вам, что нужно снимать, как это снимать, как монтировать и самое главное, как начать с этого зарабатывать. Меня зовут Артур Вишневский, это канал Movavi и что самое главное? Самое главное и самое первое, это, конечно, купить дрон или взять в аренду. Да, это тоже вариант, только не забудьте прочитать условия. Желательно оплатить страховку перед полетом. По своему и не только своему опыту могу сказать, что всегда перед запуском дрона нужно мысленно с ним попрощаться. Произойти может реально что угодно, а так, ну, проще психологически. Он потерялся, не видно ничего? Нет. Ты это снимаешь, да? Я морально был готов, что я, но нет, к этому я не был готов. Хороших дронов на рынке не так много, поэтому долго выбирать не придется. Очевидно, я советую бренд DJI. Мы сейчас пользуемся моделью DJI Mavic Air 2. Это далеко не самый последний и не самый навороченный дрон, но функционала в нем достаточно, чтобы начать продавать видео, которые мы и будем с вами сегодня создавать. Если упростить, выбирайте дрон, который снимает хотя бы в 4К. Это добавит нам гибкости не только на монтаже, но и для продажи. Чуть позже поймете. И в 4К снимает даже DJI Mini. И стоит он дешевле, и у вас не будет дополнительных проблем с оформлением лицензии на полет. Потому что весит он всего 249 грамм, начиная с 250, нужно уже регистрировать дрон и делать лицензию в большинстве стран и городов. И да, сразу пару слов о лицензиях. Я не буду в этом видео углубляться в этот вопрос, потому что он достаточно обширный и очень индивидуальный. Запреты на полет разнятся в зависимости от вашей страны и вашего города. Например, если это исторический город, где много памятников архитектуры, то более вероятно, там много запретов на полеты, много красных зон, не говоря о ловушках, которые глушат как радиосигнал дрона, так и связь дрона со спутниками. И в результате чего вы просто теряете управление и наблюдаете, как дрон начинает тихо сносить по ветру. Если вы хотите подробнее узнать про особенности полета в своем регионе, то советую вот эти чаты в Телеграме. Там целые комьюнити, которые обмениваются инфой о полетах в разных странах и регионах. В любом случае, я настоятельно не рекомендую вам запускать дрон в своем городе, предварительно не изучив всех особенностей полетов, иначе это может печально для вас обернуться. Я знаком с ребятами, которые занимаются сбором потерянных дронов, и у них просто пачками лежат дроны-потеряшки, на которых даже телефон и почта не приклеены, и они банально не знают, кому их возвращать. Так что, друзья, отнеситесь к этому ответственно, а потом уже запускайте дрон. А то вы не просто не заработаете, так еще и в жирный минус уйдете. Не надо этого пугаться, все решаемо, достаточно безопасно, если все изучить. Итак, когда разобрались с особенностями полета в вашем городе, найдите 5-6 известных точек вашего города, в которых вы можете снимать. Это могут быть памятники архитектуры, это могут быть различные ландшафты, озера, реки, побережья, общие виды жилых зданий и так далее. И будьте готовы сделать видео на 2-3 минуты из одной локации. По итогу у вас получится 5-6 видео на 2-3 минуты из одного города. И поверьте, даже на старте с одного видео можно зарабатывать по несколько сотен долларов каждый месяц, а в дальнейшем и несколько тысяч. Тоже реальные цифры. Был даже кейс, когда видео с озером, озером, блин, купили за 1500 долларов. Но кто же это покупает? Об этом чуть позже. Подчеркну, выберите именно популярные локации. Если вам нравится ходить гулять на какое-то озеро, это не значит, что многие тоже так делают. Но как? Как понять, что именно эта локация популярна? Что люди ищут, когда им нужны такие видео? Друзья, за вас уже сделали весь ресерч. Открываем священную поисковую ленту гугла, вкладка картинки, разумеется. И пишем название вашего города. Перед вами сразу появятся все популярные локации с разной погодой, с разным освещением, с разными ракурсами. Все, что вам остается сделать, это приехать и снять это видео. То, что наверху поиска, это то, что людям нравится смотреть. Именно поэтому они наверху. Ну а если вы просто сняли кадр типичных деревьев, кому это нужно? Ну, вам, вашим родителям, я не знаю, местным животным. Итак, выбираем хотя бы пять популярных локаций и идем снимать. Вполне реально, вам придется приехать туда дважды, потому что это был ваш первый раз. Вы торопились, кадры получились дерганными. Закат какой-то не такой, но ничего страшного. Это нормально. Вернулись, досняли что нужно. С практикой вы будете намного быстрее понимать, с какого ракурса лучше снимать. Сняв несколько таких видео, вы станете намного лучше, чем большинство летчиков, которые просто взлетают, как-то криво-косо снимают и уходят, не выбирая хорошее освещение, время суток, ракурс и так далее. Даже в конце вашего первого полета в одной локации у вас начнут появляться идеи, типа, блин, надо было мне снять вот с этого ракурса, а если бы свет падал отсюда, было бы еще круче. В ситуации полного непонимания и в любой непонятной ситуации снимайте закаты. Люди обожают закаты. Они могут пересматривать несколько закатов в одной локации по нескольку раз. Это работает. Вы можете сделать отдельное видео только с закатами в вашем городе. Скорее всего, оно будет хорошо продаваться. Если вы хотите отдельное видео, где я буду больше фокусироваться на съемке с дронов, напишите в комментариях. Итак, когда мы сняли футажи, как их собирать, чтобы сделать из этого конфетку? Чтобы продавать такие видео, вам не нужен какой-то навороченный, продвинутый монтаж достаточно обычной, аккуратной нарезочки под музыку. Быстрее и проще всего такие видео можно смонтировать в видеоредакторе Movavi, поэтому запускаем программу и перетаскиваем все футажи на таймлайн. В таком монтаже, почти как и в любом другом, начинайте с самого главного. Вы прекрасно знаете, как это работает, если давно подписаны на этот канал. Если они включают видео, и первое, что они видят, это плавное появление из темноты какого-то ландшафта, они скорее всего перемотают. Так что первым кадром вставляйте самые сочные кадры, а в конец самые не сочные. Они не будут принимать решение о покупке по последнему кадру или кадру из середины. Как правило, достаточно первых нескольких кадров. Например, первым кадром круто вставлять гиперлапсы, потому что их сложнее снять, их мало кто делает, и их просто приятно смотреть. Если сомневаетесь, просто начните монтаж с быстрой нарезки нескольких лучших кадров. А в дальнейшем монтаже придерживайтесь такой структуры. Максимум 4 секунды на кадр, не больше. В таком случае удержание будет выше, и ваше видео будет ранжироваться выше в поиске. И, пожалуйста, пожалуйста, не превращайте это видео в бодрую нарезочку, как будто с вашего последнего путешествия. Вы должны передать вайп место, которое снимаете. Зачем эти люди сюда приходят? Какие эмоции они испытывают? Именно эту эмоцию вы должны подчеркнуть своим видео. И, конечно, не забудьте красиво покрасить ваше видео, благо в Movavi есть необходимые инструменты для цветокоррекции, включая луты. То, что я показал, это лишь часть возможностей Movavi Video Editor Plus. Все инструменты для быстрого и качественного редактирования видео, а также еще множество приложений, доступны в годовом плане Movavi Unlimited. Его вы можете найти со скидкой 85% на закрытые распродажи Movavi. Movavi Unlimited — это уникальный годовой план, объединяющий внутри одной интуитивно понятной платформы все самое лучшее от Movavi. Инструменты для видеоредактирования, обработки фотографий, записи экрана, а также ряд полезных приложений для работы с документами. Помимо этого, Movavi Unlimited открывает годовой безлимитный доступ ко всем наборам магазина эффектов Movavi прямо из платформы. А это значит, что огромная коллекция тематических фильтров, переходов, заставок и даже готовых лутов для цветкора будет всегда у вас под рукой. И в отличие от профессиональных аналогов, Movavi Unlimited доступен для многих пользователей. Он не требует долгого обучения, годовая подписка дает доступ к 10 программам и огромной коллекции эффектов по цене одного приложения. А для корректной работы платформы вам будет достаточно и среднего по характеристикам компьютера. В общем, с Movavi Unlimited творчество действительно становится безграничным. Годовой план Movavi Unlimited доступен со скидкой 85% на особой странице для своих. Переходите прямо по ссылке ниже, чтобы воспользоваться этим или другими приложениями секретной акции. Итак, кто же покупает эти видео? Да кто угодно, для кого эти места имеют какую-то ценность. Помните, в начале видео я говорил вам про ролик с озером? Это видео купила организация, которой принадлежит этот парк. Они выкупили все права на это видео, оно им очень понравилось. И совсем не обязательно иметь много просмотров на таких видео, потому что не так много людей, которые готовы за это заплатить. Представьте ситуацию с их точки зрения. У них есть проект, который запускается через 3 дня, какое-то мероприятие, и им нужно сделать видео с этой локацией. Времени и возможности снять самим нет. И теперь представьте, они заходят на стоковый сайт, например, Shutterstock, и находят кадр, который стоит почти 100 долларов. И это разовая лицензия? Чего? А что, если я хочу использовать эти кадры в проекте позже? Конечно, есть сайты с форматом подписки, типа ArtGrid, где ты можешь скачивать кадры патчиками по годовой подписке. Я там, кстати, тоже продаю кадры, вот моя страничка. Но даже это не всегда для них актуально, потому что далеко не факт, что там есть кадры именно их локации, и платить за месяц или год подписки им тоже невыгодно. И что они делают? Они пишут в гугле название локации и ищут видео. Они находят ваше видео, связываются с вами и покупают. У меня был клиент из другого города, это мероприятие, и им нужно было на экран сцены разместить видео их города. Но снимать был не вариант. Я нашел кадры этого города, как через Google, YouTube, и они ровно таким же образом связались с авторами кадров и купили их. То есть, кто ваши потенциальные покупатели? Компании по продаже недвижимости, власти города, которые хотят сделать ролик ко дню города, например. Продажи автомобилей, кадры дорог показать часто нужно, строительство, новостные компании, свадьбы, мероприятия, конференции, яхт-клубы, рестораны на побережье, любой бизнес около воды, если они у воды, значит, у них есть деньги, ну и в целом любые люди, которые живут в вашем городе. Особенно, если кадров в какой-то части вашего города мало, вы в выигрышной позиции. Таким образом, вам нужно просто хорошо настроить видео для поиска, а вы, друзья, это отлично умеете делать, если регулярно смотрите наш канал. Главное, не пишите в описании всякую хрень, типа, «Здорово, вот несколько классных кадров, которые я снял в эти выходные». Должно быть что-то примерно такое. Кадры с дрона, снятые на DJI Mavic Air 2. Я владелец этих кадров, потому что я профессиональный оператор, и вот номер моей лицензии, если она, конечно, нужна в вашем городе. И, пожалуйста, оставьте свои контакты в описании, чтобы человек мог с вами связаться. Эта информация для зрителя означает, что с вами можно общаться о продаже этих кадров, и вы профессионально этим занимаетесь. В идеале сделаете лендинг с вашей фотографией. Люди хотят видеть человека. Появляется намного больше желания связаться с вами, нежели видеть какой-то абстрактный логотип и кучу текста. Может быть, это вообще скам какой-то. Они же не знают. Короче, ловите еще один источник дохода. Да, порог входа достаточно высокий. Вам придется поработать, поизучать, потренироваться. Рискнуть тоже придется. Но если это вас не останавливает, простор для творчества и продаж огромный. Представьте, сколько можно снять, если вы регулярно путешествуете. А пока зацените вот эти ролики. Также ставьте лайк, если это видео было вам полезно. И увидимся в следующем выпуске.